Добрый день! Меня зовут Люба и я рада приветствовать вас на своем канале Любопытный Нос. А давайте-ка сегодня мы с вами поговорим о яблочных ароматах. Об аромате яблока, об таком, об осеннем яблоке. Я думаю, что сейчас яблоки в доме есть практически у каждого. Его можно понюхать, его можно надкусить, попробовать. Они есть летних сортов уже, наверное, меньше. Вот эти зимние сорта, спелые яблоки, красные, с плотной шкуркой, может быть и желтые, зеленые, какие угодно. Но я думаю, что этот аромат, он в общем-то у многих ассоциируется с осенью. Или просто большое количество яблок, или вот эта проблема, когда куда-то их нужно во что-то их переделать, во что-то их, как-то их пристроить, или это законсервировать, ну, сварить варенье, соки. Я думаю, этим многие занимаются, у кого яблоки есть, растут свои. Если нет, то это просто яблочки купленные, которые мы едим так, и просто понюхать, подержать в руке иногда яблоко, вот у меня сейчас нету, к сожалению, просто подержать в руке, даже иногда это приятно и вот так, и осязательно, и визуально. Ну, плод такой, который очень, с одной стороны, распространенный, доступный, с другой стороны, очень хороший, теплый, приятный. Итак, это ароматы будут, в общем-то, о яблочках осенних, о яблочках, которые, ароматы более теплые. Это я обойду стороной, не буду сегодня рассказывать про свежие ароматы с нотой яблока. Таких достаточно, многие их знают. Я именно расскажу о таких яблоках в сочетании с корицей, в общем, с какими-то теплыми ингредиентами. Карамель, шоколад, в общем, чего найдем, то и расскажу. Что побудило меня к созданию этого видео? Все просто, элементарно. Это два новых аромата. Один такой, скажем, как выстраданный, не то, что выстраданный, давно хотела и все раздумывала, нужно, не нужно, хочется, не хочется, в конце концов, его купила. А второй, это как вот случайная покупка, спонтанная. Вы знаете, я часто рассказываю про ароматы вот Эйлон, и вот у них вышло этим летом, в общем-то, у меня оно уже так давно. Довольно приятный аромат из серии Эйлон Коллекшн, такая коричневая коробочка, это карамеппо, карамель с яблоком. Все как написано, все как заявлено, яблочко и карамель. Я, кстати, пирамиду даже не смотрела, я не знаю, есть этот аромат уже на фрагрантике, но я ощущаю именно яблоко и карамель, чего мне немножечко, может быть, не хватает. Это вот какой-то сложности, сложно сочиненности или какой-то вот такого, чтобы эта карамель с яблоком была не так доступна, в чем-то еще запутана, в каких-то других нюансах и оттенках. А здесь все четко, оно красиво, оно, в общем-то, не могу сказать, что очень стойко, но приятно, уютно, яблочно, такой карамельный аромат. Кстати, в общем-то, он мне не совсем напоминает вот то самое немецкое или австрийское карамелизированное яблоко. Нет, здесь все-таки яблоко свежее и карамель, вот как-то вот оно отдельно, но вполне себе ничего, вполне себе красивый аромат. Вот у Эйва много в этом году вышло этим летом, вот в таких флакончиках, так скажем, ароматы, немножко с претензией. И вот этот к ним относится. Там есть еще, по-моему, ягода белый шоколад или ягода шоколад, но тот у меня в пробнике, если честно, я его еще не распробовала. Распробую, расскажу. А вот этот я его купила, он мне понравился. Может быть, немножко какие-то древесные нюансы, а может быть, это яблочко так вот играет, как яблочко и косточка яблочная. И вот этот черенок, и вот карамелька. Вот такой флакон, вот такой аромат. Куплен совершенно случайно. И вот тот самый, на который я давно смотрела, это аромат от такого не очень, может быть, благостно звучащего для русского уха бренда. Это бренд, читается он действительно йоп. И я вам сейчас прочитаю его, откуда его название. Мне самой просто было интересно. Это немецкий бренд, основанный дизайнером Вольфгангом Йопом в 1981 году. Штаб-квартиры, дизайнерская студия компании, расположенной в Гамбурге. Вот они выпускают сумки, аксессуары, очки, часы, постельное белье, ювелирные украшения. Ну и в том числе и ароматы. Итак, вот он, вот это вот у меня яблочко. All about Eve. Все о Еве. Есть мужской аромат. По-моему, все об Адаме. То же самое. Почему я его так давно хотела? Потому что на фрагрантике я прочитала. Кто меня смотрит, те знают, что я ищу аромат, давно похожий на мистику от Динтарс, на мистику ту старую. Так вроде вот этот похож на мистику новую. Насколько отличается старая от новой, они, в общем-то, отличаются. Но я решила, ну пусть будет у меня этот яблочный аромат. На мистику старую он не похож, но это меня совершенно не расстроило. Как я читала один комментарий, вот это очень хорошее для него определение. Это яблочный аромат для взрослых. То есть это яблоко с корицей. С одной стороны, это очень такой теплый, уютный, домашний аромат с красивым, хорошим, добротным яблоком. Но с другой стороны, это не яблочко Нины Ричи. Это не яблочко Медвежонка Маскина. Это совершенно другое яблоко. Действительно такое созревшее, знающее себе цену, осеннее, даже больше зимнее, красивое яблоко или какой-то напиток яблочный с добавлением каких-то пряностей. Есть там еще, безусловно, что-то, но больше всего я ощущаю, яблоко с корицей. Вот кто это ищет, кто это хочет, получите, распишитесь. Вот он этот очень приятный красивый флакон. Кстати, я его видела именно только в таком объеме, 40 мл, вот в таком маленьком. Наверное, побольше, если бы оно было бы чуть-чуть, оно бы еще, наверное, красивее выглядело. Вот это то, что я хотела, что получила и не жалею. Довольно стойкий и теплый и все. Ну, многие его покупают из ностальгии. Я его из ностальгии не купила, потому что я его так не помню оттуда, откуда-то. Мне нравится. На осень совершенно хорошо подойдет. Это что касается моих вот новых. Ну, а теперь я подобрала яблоки. Вот эти вот тепленькие такие. Ну, не то, что согревающие, но, в общем-то, не настолько свежие ароматы. Итак, я про него уже сказала. Это яблоко от Нины Ричи. Нина, Нина Ричи. Этому моему аромату уже, в общем-то, сколько-то энное количество лет. Периодически достаю. Нравится. Оно как-то вот иногда в мороз хорошо, в какую-то холодную погоду. Все знают, что там есть. Яблоко, карамель, пион. На холоде звучит красивей. В помещении иногда кислинка какая-то такая появляется. Не всегда она мне нравится. Но, в общем-то, еще хороший красивый мускусный аромат с кедром с древесиной. Вот с этой вот древесной такой подложечкой. Вот оно, яблочко. Все-таки осенне-зимнее. Следующее яблоко – это Новая Заря. Злата скифов. Обожаю этот аромат, потому что в нем есть мох. Мох я люблю. В нем есть все, что мне нравится. Альбегиды. Вот такое тепло. Иланг-иланга. А еще в нем есть такой оттеночек. Размятого в руках, в детских, видимо, пластилина. Настолько мне вот эта нотка в нем нравится. Настолько она меня вот очаровывает, завораживает и притягивает. И вот этот вот именно вот этот вот мягкий пластилин, вот этот запах в детских ручках, вот очень мне в нем нравится. Ну, а так красное яблоко. Красное, спелое, осеннее, с какими-то травами. Где-то оно лежит, может быть, где рядом какие-то травы высохшие. И это какой-то солнечный, осенний день. Тепло. Это хоть и осень, но такая теплая, солнечная, красивая красная яблоко. Так. А это у нас боди-тендер. Тот, который мне из всех в боди нравится больше всего. В общем-то, его можно отнести к яблочкам и к таким, наверное, более летним. Но у него есть такие вот эти ноты травяные, тоже полынные и немножко такие зелень, которая придает ему такой вот запах или аромат абсента, наверное, немножечко. А еще, когда его наносишь, в общем-то, когда уходит вот эта первая такая яблочная какая-то немножко, может быть, свежедревесная нотка такая, ну, назовем ее свежеяблочная или там вот полынная, вот она уходит, он очень красиво запудривается. И вот это то, что он запудривается, это то, почему я его скорее ношу осенью, а не летом и в жару. Вот почему-то в прохладное время или в теплую осень, вот это яблоко тоже очень красиво звучит. Оно здесь не на первом месте, но я его явственно ощущаю. Даже, знаете, может быть, вот шкурка яблочная, зеленое яблоко, вот эти сорта с жесткой зеленой шкуркой, которые хорошо хранятся. Вот если срезать, понюхать, вот будет оно. Очень его люблю, очень мне нравится. Так, я сюда еще взяла медвежонка, это то и два, медвежонок Маскина, потому что этот медвежонок не, в общем-то, тоже я его не отнесу к таким прям вот свежим. Это такой аромат детства, счастья, дюшеса, лимонада, каких-то детских праздников. И здесь яблочко, по-моему, здесь белая смородина, какие-то вот такие фрукты. А, так, наверное, очень сильный запах, аромат, как это, лимонадный, приятный. Я бы сказала, что все-таки он сладкий. Сладкая газированность, вот какая-то именно лимонадность ощущается. Если это яблочко, то, возможно, оно и с сахаром, или вот с какими-то еще фруктами. Это яблоко, которое не с цитрусовыми, которое не сводит вот от лимонной кислоты во рту там. Это яблочко, которое, да, сладенькое, сладенькое, приятное яблочко. Безумно люблю этот аромат. Он такой вот дает ощущение какое-то счастье, хорошего настроения, детства, беззаботности, чего угодно. Хорошо носится в помещении, хорошо носится на улице. Со стойкостью, ну, мне хватает, все в порядке, все нормально. Так, еще один аромат с красным яблоком, замечательный. Вот Эйван, это Глоу, вот с такой язычок или лепесток пламени, или чего. Вот такого красненького, уютного, красно-оранжевого цвета. Это очень красивый древесный аромат. Красивый древесный, возможно, немножко унисекс, но от этого он хуже не становится. Да, наверное, такой шипровый, с хорошим красным яблоком, с сухой древесиной, с нагретой солнцем древесиной, с древесиной в лесу, с каким-то нагретыми соснами, или травой, или мхом, или вот что-то такое. Очень красивый, деревяшистый. Но это такая, знаете, не шкатулка, которая палисандр и вот какие-то такие душистые деревья, а это дерево такое вот натуральное, свежее, спилы, сруба, просто деревья растущие, нагретые в солнечный день, в какой-то осенний, в летний. Вот замечательный яблок. Я у Эйвен таких ароматов больше не видела, вообще такого уровня даже, да. Еще я его берегу, я его ношу, но вот как сказать, берегу, не так, что я его открываю, пшикну в крышечку и ностальгирую, нет. Я его ношу так вот именно на себя, то есть когда я его как-то про него вспоминаю, или хочется вот такой красивой какой-то древесности с яблоком, вот я его наношу. Очень осенний, он, в общем-то, с осенью и ассоциируется. Гоу от Эйвен. И еще, последний аромат, знаете, это кафе-кафе интенс. Он как кафе интенс, или кафе-кафе интенс, кафе, кафе интенс. Такое у него название. Вот, очень красивый флакончик с кофейными зернышками. Яблоко далеко и по пирамиде, и по оценкам зрителей на фрагрантике, оно не на главенствующих каких-то ролях, оно где-то там в конце. А так, первые основные ноты, которые у него чувствуются, это кофе, карамель, что-то вот такое. Но, среди всей этой гурманики, среди всего вот этого такого намешанного, сладко-теплого, согревающего чего-то, я чувствую, я чувствую вот это яблоко. Как хорошо, когда возвращается обоняние. Это так здорово. Когда человек, который привык все время жить с ароматами, и вдруг на какое-то время ты понимаешь, что у тебя, ну, ты ничего не чувствуешь. Ну, такое, да, бывает. Когда насморк. А когда вдруг раз, подносишь, или знаете, как еще было? Я какие-то духи наношу, я представляю, чем они пахнут, А у меня только какие-то отдельные, самые яркие ноты, или какие-то вычленяет ноты, может быть, даже не очень приятные. Ну, в общем, с таким сносом жить очень плохо. А когда так подносишь, и уже что-то чувствуешь, это здорово. Итак, через всю эту кофейно-карамельную, вот всю вот эту массу, таки вот оно пролезает, вылезает, выкатывается. Вот это яблочко зеленое, я его очень хорошо ощущаю. Там есть еще какие-то зелено-цветочные ноты, лилия. Возможно, вот эту яблочную такую зелень, зеленость какую-то, яблочко дает, в общем-то, и лилия, и еще какие-то цветы. Вот даже какие-то медовые немножко оттенки. Очень похож на... Что-то в нем есть от вот этого Ари Флейм с таким острым шпилем, с такой тоненькой крышечкой, лавковшем, если я не ошибаюсь. У них есть что-то общее. Но этот, мне кажется, немножко интереснее именно из-за этих вот зелено-яблочно-фруктово-цветочных каких-то нот. Вот посмотрите, яблочко здесь тоже есть. Если искать как яблочный аромат, нет, но как яблоко, которое в чем-то сладком у вас где-то есть, такое закутанное, завуалированное, вот понюхайте этот аромат. На осень, кстати, замечательный. Попробуйте его, посмотрите, какой флакон красивый, красный. Вот, наверное, на сегодня это все. Все мои яблоки. Я очень рада, что мое обоняние вернулось. Я буду дальше нюхать, рассказывать. Сделаю еще разные всякие видео, обещанные по тегам. Обязательно сделаю, когда возвращается обоняние, когда выздоравливаешь, это очень хорошо. Берегите себя. Сейчас еще погода такая. У нас вот сегодня, у нас было буквально два дня назад 25 градусов. Сегодня у нас там было 7. 7 и дождь, который не переставая идет до 7 вечера, нам обещали. То есть такая погодка. Так что сидите дома. Нам вот, например, наш министр здравоохранения, у нас на этой неделе поменялся он. Нам он сказал, что у нас выходной еще понедельник, праздник государственный, вот три дня. сказал нам, сидите дома, читайте книжки, смотрите фильмы. Ну, в общем-то, что еще в такую погоду делать? Так что берегите себя. Сидите дома, читайте книжки, отдыхайте. Наслаждайтесь ароматами, наслаждайтесь тем, что у вас вообще есть обоняние, что вы можете чувствовать запахи. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok